спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы заневский парк парк на берегу невы в красногвардейском районе санкт-петербурга между улицей громова гранитной улице и малоохтинским проспектом в пешей доступности от метро новочеркасская создан больше полувека назад в эпоху больших космических прорывов поэтому жителям района много лет известен как парк валентина терешковой как раз когда эти деревья сажали имя первой женщины-космонавта звучало из всех радиоприемников многие очень удивляются что это место оказывается официально называется совсем иначе последние два года парк решили переделать долгое время он был популярным местом прогулок и отдыха так что при разработке нового дизайна были учтены существующие пешеходные дорожки и транзитные маршруты основой нового дизайна стал космос как отсылка к той самой терешковой юрию гагарину и многим другим первопроходцам сожалению многие новые объекты только-только собираются и сейчас оценить новый облик парка сложно из того что готова налицо футуристическая баскетбольная площадка с несколькими кольцами и мягким покрытием несколько воркаутов и столы с нарисованными шахматными досками уже есть беговая дорожка со специальным покрытием ожидается что в будущем их станет больше здесь не так много места чтобы разбежаться как допустим громадном парке победы зато дорожки будут гораздо удобнее вообще заневский станет чем-то средним между лесопарком детско-спортивной площадкой и комфортной зоной отдыха на природе необычное сочетание которое чаще встречается за городом например веревочных парках под открытым небом кстати подробный план заневского можно увидеть на схеме у входа и гости парка обожают ее разглядывать хотя можно отметить довольно сложный подходящий для взрослых воркаут прямо под деревьями как бы в лесу интересное решение всего воркаутов уже три в разных концах парка а в будущем может стать еще больше выбор снарядов довольно большой сюда собрали все что популярно на открытых площадках от лабиринтов и небольших препятствий до самых сложных брусьев в планах также складром пожалуй как раз для классического воркаута это самое место здесь не слишком шумно но и не слишком уединенно часть воркаутов не на виду их надо искать а значит случайным людям туда будет сложнее попасть и можно будет тренироваться спокойно в целом парк явно рассчитан на семейный отдых с детьми для них тут раздоле сразу несколько роскошных детских площадок с горками и лунными кратерами есть модель легендарного востока со временем наверняка появятся другие космические арт-объекты спортивные же объекты те что уже есть тоже рассчитаны в первую очередь на детей либо на взрослых с детьми есть например забавные детские батуты опять же в стиле лунных кратеров будто ты прыгаешь по поверхности луны самые эффектные участки парка отведены под зоны отдыха это качели с меняющейся подсветкой и тому подобные аттракционы этот парк может стать одним из самых интересных мест для активного отдыха за пределами центра города но нам сюда стоит вернуться позже сейчас его уже можно порекомендовать для семейных прогулок а спортивный потенциал станет ясен позднее